вы меня попросили я делаю как обслуживать мотоцикл все эти вещи как его мыть и прочее сейчас мы с этим будем разбираться короче моечка можете мыть забрызгивать где угодно что либо где вам нравится задувать только закрыть выхлопную трубу некоторые модели мотоциклов могут налить туда набрать воды и будет гидроудар это вам не нужно что касаемо цепи как чистить смазывать цепь а ну-ка подойди сюда подойди естественно вы выставляете все на подкатик и если у вас сальниковая цепь как у меня у вас должно все вот здесь вымываться вы здесь вымываете изнутри и снаружи то есть ставите на подкатик крутите это все дело и это все красиво выглядит то есть если у вас не сальниковая чем это моется моется обычным керосином либо дизелем все помыли по кругу полностью протерли высушили можно после моечки это делать либо же как только вы почистили сразу же это делать все но обязательно после этого проехаться чтобы она все оттуда вылетела и потом уже смазка цепи какая вам угодно я сюда c2 плюс матю лично в какие сроки это делает делается каждые 500 километров либо пока она не начнет хрустеть уже вот это будет те признаки когда нужно смазывать и чистить цепь дальше шоу ну могу наглядно показать как мы это дело будем якобы физически делать то есть у меня есть подкат до этого конечно я игрался не подкатом меня там было немного другая история но она была вот так вот это дело выставляется все красивенько и я здесь мастил картон очку вырезаю вот такую дырочку полумесяца вставлю все чтоб она крутилась можно было это все чистить смазывать не забрызгивать колеса чтобы всяких пятен и на резину не попадала это все потому что это может все плачебно запомнить вот вот так вот выдумали что я вам ничего не покажу конкретно сейчас все будет меня приспособа выглядят так у меня вот есть такая картон очка вырезанная как я и говорил ставлю вот так вот и чищу прокручиваю колесо почистил сначала вот снаружи 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 покрутил потом переставляю ее на низ точно так же этом подмачиваю все эти моменты и чищу вот так вот изнутри 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 все пусть и того как я почистил я полностью тряпочкой протираю это все дело всю цепь как изнутри так и снаружи даю 15 минут высохнуть еще раз протру на всякий случай и только потом уже я начинаю делать смазку смазка цепи у нас мазюкается точно сейчас вам покажу как это делается смотрите смазка цепи идет у нас точно четко по сальничкам пшикать не так как там видео вам указывают колесо прокрутили запшикают вам вот эти ролики и запшиковать надо вам нужно чтобы они были рабочими крутились было четко чтобы они там не закисали. В каждый сальничек вам надо пшикать. Вот так вот. Точно так же изнутри. В каждый сальничек вам надо пшикать. Вот так вот. Во-первых, вы сэкономите время. Ну, время, точнее, вы не сэкономите. Вы сэкономите только больше у вас останется именно этого средства для того, чтобы вы смазывали цепь. Все. То есть, вы сэкономите на материале. Понятно вам? Вот так вот это работает. По-правильному. Делайте все правильно. Дольше будете служить. Дольше у вас будет сохраняться ресурс и прочее. Что касаемо воздушного фильтра. Снимается бак, крышка воздушного фильтра и уже достается воздушный фильтр. Если у вас нулевик, как у меня сейчас стоит, его нужно снимать, конечно же, и чистить. Тоже там смотреть примерно по такому же километражу. Каждое там 500-1000 километров нужно вынимать, чистить. Должна быть специальная омывайка. Есть маска для этого. То есть, омыли, вымыли два раза. Высушили, помазали, поставили. Поехал. Если обычный, просто сняли, выдули. Если он нормальный, можно дальше его использовать. По замене масла конечно же каждые 5000, но я меняю каждые 4. Для профилактики лучше всего. Качественного масла нет. По топливу тоже качественного топлива нет. Я беру, покупаю присадки для бензинчика и через одну заправку это дело доливаю. Чтобы качество топлива нормальное было. С чем еще я сталкивался? А, конечно же, конечно же бегал с мотоциклом. Есть там видосик провод генератора, который идет вот красненький. Он просто тут был не закреплен. Сейчас уже на хомутике упал на цепь и тупо цепь его перетерла. У меня глох мотоцикл. Не понятно почему. Ну, потом уже стало понятно почему. То есть, все провода должны быть изолированы на своих местах. Нигде ничего не висело, не телепалось и все будет бенч. Да? Кажи, да. Вот. Все. Это, в принципе, все, что нужно знать. Больше тут, ну, колодки там, конечно, тоже меняйте, смотрите. Чтобы не попортили себе тормозные диски и прочее. Вот и все. Все, что нужно было знать по этому поводу. Ты знала это? Ни хрена ты не знал обманываешь аудиторию. Вот. Вот и все. Ну да, и второй номер должен уметь сидеть правильно. Не так, как Диана. Мешок. Мешки и сразу все выкидывайте их. Если ничего не понимают, то все. Лучше сами пытайтесь это похерня. Да? Да? Да. Смотрите, что я какую штучечку приобрел классную. Вот так вот мы нажимаем. Вот так вот мы это все дело подключаем. Смотрим. 1,50. А нам нужно сделать 1,65. Вот так вот. И сейчас наше колесико подкачается до нужного нам давления. И все будет бенч. К чему я это все? Друзья, хотите получать дополнительный кешбэк на покупки в Алиэкспресс либо каких-то любых других магазинов Evo и так далее. Все, что вы здесь можете видеть. Zoom, вот Нотина, SmartySale там оставилось и так далее, и так далее. Куча магазинов. Вот уже могу показать пример. Минимальный вывод средств у нас идет на PayPal 50 долларов. Здесь банковская карта от 12.35. Все, можете полностью выводить без всяких возможностей, варианты, вот вывода. Как видите, все работает, все четенько. Переходите по ссылочке, регистрируетесь. Просто если вам нужно перейти в Алиэкспресс нажимаете Алиэкспресс перейти в магазин доля секунд вы все же в своих покупках заметочки полностью ваша учетная запись верифицируетесь естественно и сможете покупать дополнительный кешбэк очень приятно и удобно. И забывайте то, что также есть реферальная программа текущая статистика у меня 5%. Чем больше у вас будет рефералов тем больше вы будете иметь средств с бонусов на вывод. Вот смотрите 5 человек у нас 50 долларов 20 человек 200 и так далее и так далее очень приятно реферальная программа работает все чутенько пользуемся. Как поняли это насос все здесь у нас это дело меняется вот как видите тут фонарик тоже есть вот у нас есть вот PSI качается в барах качается машина велосипед мотоцикл ну и мячики различные очень удобная штучка вот я делаю в барах ставлю 165 это примерно двоечка у нас давление по барам сейчас я вам даже это и продемонстрирую вот у нас есть манометр сейчас мы это и померяем пцик вот и смотрим красными у нас атмосферы нижняя у нас PSI видите 1.9 качнул почти двоечка как раз как раз четенько давление подымется когда мы поедем по температуре когда уже будет прохладно оно немножко может упасть все вот такие вот есть плюшечки что ребятки меня тут пригласили на дни съемки посмотрите оцените и скажите как вам понравилось щене сейчас она дяденька будет снимать с мотоцикла с машины с багажника до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Ну и конечно же все ссылочки будут в описании под видео в закрепленном комментарии Если вы захотите сделать такую съемочку Как же мы не закончим видео правильно? Расскажу вам секрет, как я тут делаю 2.99 Вы просто едете здесь до четвертой передачи И все, и с четвертой начинаете стартовать Тут сильно тулить не надо Ничего вам не даст это Главное, чтобы машины не мешали, сам трафик И будет гуд Вот, смотрим Вот тут мы 240-250 Легко! 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 Вообще! Это делается запросто Всего лишь Пробуйте На четвертой Пошли Выжали до пятой И все будет у вас Бенч Закат Красивый, да? Да А-а-а-а-аа-а! О-а-а-а-а-а-а-а! Хег-хег-хе-хег-хе-га Дяденька, дяденька, вам не страшно ездить на мотоцикле? Нет, конечно. Я ж мужик.